Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас второй заказ по 12 каталогу Фаберлик. В этом заказе у меня снова краска Эксперт. Эксперт Колор оттенок 8.1. У меня берет его знакомая, постоянно, уже не первый раз. Ей очень нравится этот оттенок. Я уже много раз вам говорила про эту краску. Она стойкая, она не жжет волосы, ну, по крайней мере, не сильно их жжет. И цвет вымывается очень-очень долго по сравнению даже с другими люксовыми красками и такими брендами, как Лореаль и Круче. Мне есть чем сравнить, я пробовала и знаю, что говорю. Это у нас артикул 18043. И это пепельный блондин, светлый блондин пепельный. Это цвет, в который я красилась много-много месяцев. И вот последний раз я взяла 7.1. А в следующий раз хочу смешать два оттеночка 8.1 и 7.1. И будем с вами смотреть вместе, что из этого получится. В моем заказе шампунь Ботаника. Это у нас береза и репейное масло. Шампунь Бальзам 2 в 1 в восстановлении защита. Я никогда не пользовалась шампунями Ботаника. Девчонки, если вы их брали, расскажите, пожалуйста. У меня знакомые берут. И берут с превеликим удовольствием. И говорят, что им очень нравится. Но я привыкла как-то вот к такому салонному уходу, что в Эвен я беру в основном средства для волос из салонной серии. Если вам нравится шампунь, если он подходит волосам с женам, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я тоже обязательно тогда его попробую. Артикул этого шампуня 2 в 1 87.36. И запах. Ну, запах классный. Вот запах у них у всех мне нравится. У меня в заказике водный спрей освежитель воздуха антитабак. Артикул его 113.29. И он мне тоже очень-очень нравится. Я беру его частенько. Именно аромат. Знаете, он такой непритерный, ненадоедливый. Вот серединка. Вообще супер. Следующий буду брать. Тоже возьму себе, наверное, антитабак. Прям вот он мне зашел и понравился. Так, артикул 113.29. Я вам, по-моему, сказала. Они у нас водные, они у нас безопасные. Помимо функции устранения запаха, они несут еще и функцию увлажнения воздуха. Кто не пробовал, советую, присмотрю. В моем заказе аж 6 кусковых мыл. И, по-моему, здесь два одинаковых. Одно какое-то я брала себе. Какие-то из них я брала по акции при покупке трех. Сработает цена 36 или 39 рублей. В общем, они со скидкой консультанта за 30 рублей обошлись. И какие-то два мыла я брала по распродаже остатки сладкие. Там вообще за 20 рублей где-то они обошлись. По-моему, My Honey был у нас в остатке сладкий. Я не пользуюсь кусковым мылом, в принципе, уже много-много лет. Это у меня тоже заказали. И поэтому артикулы вам даже называть не буду. Потому что, ну, открывать их тоже не буду. My Honey здесь. Потом Турецкая Ривьера. Штрудель с мороженым из серии Beauty Cafe. Так, Облепиха. Я выбирала на свой вкус. Как бы мне знакомая доверилась, Облепиха Beauty Cafe. И вот Ритма Фламенко я сейчас открою и скажу вам. Ритма Фламенко у нас артикул 84-48. Зачем я его себе одно взяла, я не знаю. Вот захотелось мне. Пахнет здорово. Кстати, кусочки такие классные. Смотрите. Как дав раньше такая форма была. Гладенькая такая мыльца. Ну, не знаю. Может быть, на кухню в мыльницу, в принципе, и положу. Мыть руки, потому что пахнет здорово. Прям какими-то фруктиками и цветочками. Здесь у нас нарисована фуксия, цветы мандарина. Ну, вот да, есть какая-то кислиночка. Вы знаете, хотя цветы мандарина навряд ли кисло пахнут. Но она есть. Аромат вообще классный. Если он будет оставаться на руках после помывки, то здорово. Вот такие два парфюмерные дезодоранта у меня заказали тоже. Знакомая просила сладенькие дейзики по акции. И мы выбрали с ней бьюти-кафе и феста де вита. Бьюти-кафе я знаю, как пахнет. Здесь есть нотки пиона. Но он немножко такой унисекс. И больше даже, ну, на мой взгляд, в сторону мужского. Поэтому я брала его 3501 артикул. Он у меня стоит, по-моему, еще даже недопользованный. Ну, раза два, наверное, пшикнулось. Больше как-то не хочется. А феста де вита 3515. Я ни разу не пробовала этот аромат. Ой, вы знаете, прикольный. Что-то знакомое до боли. Нотки даже не могу понять, какие, но он классный. Реально классный. С бьюти-кафе даже не сравнить. Это сладкий аромат однозначно. Но здесь есть какая-то терпкость. Цветочный. Ну, здоровский. В общем, берите, пробуйте. Мне понравился. Я насколько не люблю сладкий аромат. Вот этот вот очень вкусненький. Быстро выветривается, правда, практически моментально. Ну, это и понятно. Девчонки, еще у меня в заказе два продукта из серии L'Ancelot. Это у нас гель для бритья. Артикул его 0538. И шампунь для всех типов волос. 0536. У меня тоже это все заказали. Вот такой гель для бритья у нас был. И не один. Я брала, по-моему, по распродаже сроков годности. И сама с удовольствием ими пользовалась, когда брилась ноги там и другие части тела. В принципе, нормальный гель. Ничего особенного. Сказать, что после него прям нет раздражения, нет. Обычный гель. Аромат линейки L'Ancelot мне нравится. Это, знаете, не такой вот мужественный, прям возрастной. А я бы даже сказала, какой-то легкий. Легкий аромат. С цитрусовым подтоном, что ли, каким-то. С кислинкой. Но он интересный. Он интересный. И много есть, я знаю, у него поклонников. Но мы как-то сейчас больше прилюбили линейку 8 элемент. Целых три бальзама у меня в заказе из серии La Creme. Если вы успели, девчонки, вы видели, что они были в распродаже по срокам годности. Так, это у нас освежающий, изысканный уход с мятой молочными протеинами. Артикул 8671. Если еще не разобрали, успевайте. Потому что он мне очень понравился. Реально, насколько я не люблю всю линейку La Creme, настолько я люблю вот именно этот бальзам. Он здорово очень увлажняет волосики. И вот этот вот аромат мяты на волосах вообще здорово. Кажется, что ты вот прям волосы твои свежие-свежие. Но аромат, девчонки, согласитесь, много все равно значит. Так, сейчас найдем с вами дату производства. И посмотрим, сколько у него осталось срока. Девчонки, ну либо лыжи не едут, либо я. Я не нашла срок годности здесь. Здесь написано 24 месяца с датой изготовления, указанной на упаковке. Нет бы хоть написали, где указано. Не знаю, может быть это где-то, где штрих-код. Вот я вам показываю упаковку. Здесь 200 миллилитров. Вот он. Еле-еле видный. На камере увидела. Так, 0,3, 10, 17. Два года до 10 месяца, 17-го года. В принципе, еще почти два месяца. Нормально. Вполне себе продукт. Мне нравится его наносить не как здесь написано на 1-2 минуты, затем тщательно смойте водой. Я наношу все бальзамчики и масочки на чуть подсушенные волосы полотенцем и минут на 5-10. Бальзам точно. Маску еще и того дольше, конечно. Могу и час ходить и так далее. Тогда эффект не заставит себя ждать. Он будет гораздо круче. Советую вам попробовать вот этот бальзам. В последнее время он часто встречается в распродажах. Мне понравился. Для себя я взяла вот такой вот бальзам для стоп, гладкие пяточки. Он у нас был в распродаже остатки сладких. Где-то рублей, наверное, за 70. Малюсенький такой, объемом 50 мл. Вот досюда его налито, я вижу на свет. Артикул его 1661. Если кто пробовал, девчонки, напишите, пожалуйста, как вы применяете его. Может быть, на ночь, может быть, пакетики полиэтиленовые одеваете и какое-то время так ходите, чтобы размягчилось. Или просто мажете. Содержит 30% глицерина. Я не знаю, зачем они это пишут. Глицерин не самый дорогой продукт и удачный, чтобы писать его на упаковке. На первом месте здесь вода, на втором глицерин, на третьем мочевина. Мочевина на третьем – это хорошо, потому что мочевина именно обладает размягчающим эффектом. Это я знаю точно. Так, дайте бальзам подсохнуть 5-10 минут. Для усиления эффекта используйте бальзам после ванночки для ног. Ну, тут написано, что просто нужно втирать. Ну, посмотрим. Буду по-всякому пробовать. И тоже отзыв свой, думаю, в ближайшем будущем оставлю, потому что здесь очень маленький объем. Но где-то я читала, что они были положительными. Буду пробовать, буду тестить. И расскажу вам в пустых баночках. Вот такой небольшой заказик у меня повторный был по 12-му каталогу. Если вам видео понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. С удовольствием их читаю. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok